Самого доброго утра, в самой позитивной стране Европейского Союза. Латвия, привет! Как бы я хотел, чтобы ты поделился максимально этим видео. Случилось небольшое недоразумение. Дело в том, что в Латвии есть одна семья, в которой 7 детей. Да-да, помнишь, мы все время говорим про то, что мы хотим повышать демографию, про то, что если в наших семьях не будет 5 и 7 детей, наша страна обречена. Так вот, есть такая семья, в которой 7 детей. И мама одной из этих семей, ну, мама, у которой 7 детей, она ко мне сегодня утром обратилась и говорит, Владимир, вот такая ситуация. Иногда так бывает, что сегодня утром они съели последнюю свою еду, и сегодня крик о помощи. Да, конечно, там есть папа, глава вот этого большого семейства, и он, конечно же, думал, что ему вчера выплатят зарплату, но в Латвии иногда так бывает, что ты эту зарплату ждешь, а ее не выплачивают. Так бывает. Ну, бывает так. И у них случилась такая же жопа. Конечно же, у них должны быть накопления, они же богатая семья, 7 детей. У нас же в Латвии, знаешь, как в Англии, или как в Нидерландах, или как в Германии, если у тебя 7 детей, ты можешь жить на одних пособиях. Води не хватает, даже на работу ходить не надо. Но, к сожалению, эти накопления все ушли на оплату счетов. Так понимаешь, бывает в нашей стране, у нас же для многодетных семей есть эти дотации на энергоресурсы, чтобы ты за квартиру не платил так бешено. И вот все деньги, к сожалению, ушли на эту оплату, и они рассчитывали на зарплату папы, зарплату не поступило. И если от юмора, то серьезно, они сегодня последний раз кушали. Сегодня утром у меня крик о помощи вот такой. И причем мама, она реально, у нее вот жопа такая, да, она стесняется попросить о помощи, потому что никогда этого не делала, никогда не привыкла. Но, к сожалению, нет у них родственников, которые могли бы помочь. И единственный, кто им может помочь, это ты. Мир так устроен, что у меня тоже очень много вопросов. Ну как же так? А как же пособие? В общем, если коротко, она, конечно же, подала в местное самоуправление на помощь. Но она говорит, слушай, помощь они рассматривать будут две недели, и ближайшие продукты они получат через месяц. Мать, а кушать как бы детям сегодня нечего. Ну, кроме юмора, вот такая ситуация. Не просит человек никаких денег, от вас ничего не надо. Ребят, если есть возможность, я внизу приложу номер телефона для консультации с этой девушкой. Но она очень стеснительная, поаккуратнее, пожалуйста, с теми вопросами, которые хочется задать, в том числе и мне. Но дело касается детей. Ты в курсе, что не бывает чужих детей, чужих стариков? В нашей стране все дети, старики, общие. Она написала номер Пакамата. Номер Пакамата здесь я приложу внизу. Все, что я прошу. Вышел ты из магазина, есть у тебя там пару евриков. Ну, купи какую-то кусок колбасы и закинь в Пакамат детям. Вот поверь мне, мир так устроен, что все добро, которым ты делишься, оно приумножится. И помним, что я каждое утро начинаю со слов «Привет, самая позитивная страна Европейского Союза». Я уверен, что здесь внизу в комментариях дальше посыпется, что я послал деткам печенье, я банку варенья. Кто чем мог. Еще раз говорю, никто не просит никаких денег в нашей супер, удачной и позитивной стране семерым деткам. Сегодня было последний раз покушать. Неплохо, если бы ты их порадовал. Номер телефона приложен внизу. Номер Пакамата приложен внизу. Каждый, ребят, по мере сил. Ну, от себя могу сказать, смотри, ну, я мало, много, но какую-то аудиторию имею. Если кому-то нужна реклама, ребятушки, давайте я сделаю рекламу, а вы тупо закинете этим деткам денег. Вот они лишние прямо не будут. Реклама, я прям прослежу, чтобы она сработала. Если она не сработает, я готов ее повторять до тех пор, пока она не сработает. Вот я готов. Сейчас, к сожалению, я не могу совершить этот подвиг и заскочить до Пакамата. Я не пользовался никогда в жизни Пакаматами. Для меня это прям жесть как сложно. Не буду выпендриваться, что я такой благотворитель. Тебе очень позавидую, если ты так сделаешь. Итак, продолжу. Ребятушки, нужна кому-нибудь реклама? Есть у кого-нибудь бюджет на рекламу? Если он не сработает, буду до полного удовлетворения на клиента работать. Но хотелось бы помочь тупо детям. Нет смысла кричать, что наши ублюдки-депутаты понапридумывали законов и такой всей херни. Это все потом. Это все потом. Там внизу где-то ссылочка у меня всегда висит. Можешь зайти проголосовать против распуска Сейма. Это все не та история. Сейчас реально речь идет о том, что до слез, понимаешь? Вечером им уже нечего кушать. Утром было, вечером нет. Вот такая вот она акция. Дай покушать латвийским детям. Если к ней присоединишься, отдельный респект от меня. Ссылки внизу в описании. И всем пока.